Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Новый день и новые события. Сегодняшний выпуск начнем с нового нападения в Германии. Отличительной чертой этого нападения стало то, что нападавшая в этот раз женщина. В городе Зигин немецкой земли с северной Рейн-Висфалия. Вечером 30 августа женщина напала на пассажиров автобуса, который направлялся на фестиваль. По данным полиции, на момент нападения в автобусе находились не менее 40 человек. Водитель, услышав суету, сразу остановил автобус и открыл все двери, тем самым позволив людям убежать. В результате нападения пострадали по меньшей мере шестеро в возрасте от 16 до 30 лет. Трое из них уже покинули больницу, двое находятся в тяжелом состоянии. Сейчас у нас нет информации о террористической атаке, подчеркнули правоохранители. По информации Шпигель, подозреваемая в нападении 32-летняя женщина-гражданка Германии, которая ранее привлекалась к ответственности за преступления, связанные с наркотиками. По последней информации, у нее с собой в автобусе было три ножа. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что она наносила удары без разбора и, вероятно, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. По прибытии полиции, женщина сразу же сдалась правоохранителям. В Германии уже некоторое время продолжаются дискуссии относительно ужесточения законов, регулирующих ношение холодного оружия в ответ на увеличение количества нападений с использованием ножей. Они активизировались после того, как 23 августа три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале немецком в городе Золинген. После этого немецкие власти также начали активнее говорить об усилении мер по депортации, поскольку по подозрению в нападении арестовали гражданина Сирии. Напомню, первая депортация уже состоялась. А вот станет ли эта ситуация постоянной, либо это определенный ход в преддверии выборов, покажет время. Вот такая ситуация, но идем дальше. И уже стало известно, что в немецких городах прошли акции против правых. Накануне земельных выборов в Тюринге и Саксонии тысячи людей вышли на демонстрации против партии «Альтернатива для Германии». Около трех тысяч человек в Эрфурте приняли участие в демонстрации против АДГ. Акция прошла в субботу 31 августа за день до выборов в Лантак в федеральных землях Тюринге и Саксония на востоке ФРГ. По информации агентства ДПА, активисты прошли маршем через центр города к Соборной площади, где АДГ проводила свой митинг по окончанию избирательной кампании. По данным полиции, на нем присутствовало чуть больше тысячи человек. «Мы не позволим АДГ доминировать в предвыборные выходные со своей крайне правой агитацией, запугиванием людей и использованием нашего города в качестве арены для своей пропаганды», заявили инициаторы этой демонстрации. Неделю назад тысячи людей в Эрфурте вышли на улицы, чтобы выступить против правого экстремизма и радикализма. Протесты прошли также в нескольких других городах на востоке страны, включая Лейпциг, Дрезден, Герлиц и Цвикао. В принципе, эта ситуация с протестами ожидаема. Правые набирают силу, угрожая коалиции Шольца. Ночь на понедельник правительству канцеля Германии Олафу Шольцу предстоит серьезное испытание. Накануне в двух восточных землях страны Тюрингии и Саксонии пройдут выборы, на которых опросы обещают большие успехи правой партии «Альтернатива для Германии». Всего за неделю до дня голосования в городе Золинген на западе страны были зарезаны три человека, предположительно соискателем убежища из Сирии. Треное убийство потрясло жителей Германии, вызвав в обществе ожесточенные дебаты по поводу миграции. Согласно опросам общественного мнения, правая АДГ, которая выступает за максимально жесткую миграционную политику, лидирует по популярности в Тюрингии и соберет около 30% голосов. В Саксонии ультраправые идут вровень с консервативным ХДС. Впрочем, сформировать правительство ни в одной из двух земель у АДГ не получится в любом случае. Остальные политические партии уже публично отказались создавать коалицию с ультраправыми, даже в случае их победы. Впрочем, в преддверии федеральных выборов, которые пройдут в Германии в следующем году, для социал-демократов Шольца и двух других партий правящей коалиции, а это Зеленый и СВДП, успехи АДГ на региональном уровне все равно будут выглядеть унизительной пощечиной. Правда, правящая коалиция попыталась как-то исправить ситуацию в Золинге, не обернув ее в свою сторону, организовав депортационный рейс, но отразится ли она на сегодняшнем голосовании, увидим в понедельник. Популярность партии Шольца СДПГ в обеих землях составляет порядка 6%, так что правящая коалиция даже рискует не преодолеть 5% барьер. Однако Шольц не сдается и не отчаивается, судя по всему. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает невозможным победу его социал-демократической партии на выборах осенью 2025 года и продолжение работы на посту главы федерального правительства. На вопрос о возможности повторного руководства правительственной коалиции Шольц заявил, что ему нравится быть канцлером, и его цель заключается в том, чтобы СДПГ была как можно сильнее и возглавила следующее правительство. Шольц уверен, что нынешние опросы не обязательно предвещают результаты будущих выборов в Бундестаг. «Накануне последних федеральных выборов ситуация была не лучше. Вы знаете результат. Политический ландшафт здесь очень изменчив. Я уверен, что мы снова добьемся успеха», – констатировал канцлер. Следующие выборы в немецкий парламент состоятся 28 сентября 2025 года по состоянию на сейчас. Наибольшей популярностью среди избирателей пользуется ХДС, за которую готовы отдать голоса более 30% немцев. Зато партию действующей правительственной коалиции, а это социал-демократы Шольца, зеленые и свободные демократы, существенно просели и могут рассчитывать на 15, 10,5 и 5% соответственно. Но, как мы все с вами знаем, выборы иногда творят чудеса. Ну а произойдут ли чудеса в этот раз, увидим в ближайшем будущем. Продолжение следует...